Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о намерении составить конкуренцию создателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, открыв свою частную военную компанию после завершения работы на госслужбе. Об этом чиновник написал в своем телеграм-канале. Кадыров не уточнил, в каком правовом статусе будет действовать предполагаемая военизированная организация. Российское законодательство запрещает деятельность частных военных компаний. Также неизвестно, кто будет входить в состав планируемой структуры. Рамзан Кадыров и Евгений Пригожины демонстрируют дружеские отношения. С началом войны против Украины глава Чечни опубликовал о нем четыре хвалебных поста в телеграмме. Более того, сотрудничают их структуры. По данным важных историй, некоторые так называемые «добровольцы», отправленные в Украину через Чечню, попадают в подразделения ЧВК Вагнера. В октябре Кадыров назвал Пригожина «дорогим братом и прирожденным воином». Параллельно он резко раскритиковал сдавшего украинский лиман на тот момент командующего группой армии «Центр» генерала Александра Лапина, назвав его бездарью. Критику тогда поддержал Пригожин. В то же время Институт изучения войны предполагает, что Кадыров не займет сторону Евгения Пригожина в противостоянии с Министерством обороны. Связи с Кремлем и положения в российском правительстве более выгодны региональному главе, чем любые политические отношения с Украины, утверждают эксперты. Даже если Кадыров создаст что-то свое, но это не будет, так сказать, второй. То есть такие подразделения, вооруженные с разной степенью вооружений, они уже существуют. Ну, противоречие российскому законодательству, да. Но я думаю, так как речь идет не о массовой армии, да, это все-таки будут такие не очень большие подразделения. То есть это несколько тысяч под большие зарплаты. Ну, наверное, в России еще возможно нам набрать. Подконтрольные Кадырову и Пригожину военизированные подразделения находятся на оккупированных восточных территориях Украины. Об этом свидетельствуют записанные на местах видеоролики на страницах Кадырова и командиров чеченских подразделений. Правозащитник Абубакар Янгулбаев, Чеченская ассоциация Вайфонд и ряд оппозиционных ресурсов неоднократно заявляли, что ряды указанных структур пополняются в принудительном порядке. Управление разведки Минобороны Украины утверждало, что в Чечне солдатами становятся похищенные силовиками молодые люди. Начиная с минувшего лета, ЧВК Вагнера открыто вербуют заключенных российских колоний на войну. Отказавшимся часто угрожают возбуждением уголовных дел, сообщила сайту «Кавказреалии» правозащитница, юрист фонда в защиту правозаключенных Яна Гельмель. Поставьте лайк этому видео, поделитесь им с друзьями и близкими и подпишитесь на «Кавказреалии», чтобы быть в курсе главных событий на Северном Кавказе.